Мигранты из Таджикистана находятся в опасности. Досмотрите это видео до конца и вы узнаете, чего стоит остерегаться. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Мигранты смогут отправлять из РФ на родину деньги, взятые в кредит. Система платежных сервисов «Золотая корона» позволит трудовым мигрантам отправлять денежные переводы из России на родину в долг. По словам председателя Совета директоров компании Николая Смирнова, на начальном этапе мигранты смогут получать небольшие суммы от 5 тысяч до 15 тысяч рублей. При этом ровно 21 день проценты начисляться не будут. По истечении этого срока ставка составит 1% в день. Сообщается, что система платежных сервисов будет зарабатывать на новом продукте за счет комиссии. Базовая ставка составит 1% от суммы платежа, но не более 1 тысячи рублей – 20 долларов или 15 евро. Сообщается, что услуга сначала будет доступна во всех салонах Мегафона с 11 октября. Позже «Золотая корона» планирует расшириться на всю свою инфраструктуру. Займы станет предоставлять микрокредитная компания «Страна-экспресс», а в дальнейшем возможно подключение новых партнеров. Несмотря на то, что число трудовых мигрантов за последние два года снизилось, их доходы заметно выросли. Что и обеспечило рост вывода средств на родину. Как вы относитесь к такой, якобы, возможности для мигрантов? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Трудовые мигранты в России – это привлекательные заемщики, однако выдача им кредитов сопряжена с рисками. Об этом рассказал исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст. Многие иностранцы в России хотят взять кредит, чтобы отправить средства на родину. По словам эксперта, финансовые организации в Российской Федерации не только так часто обсуживают мигрантов из-за некоторых сложностей. Во-первых, это отсутствие прямого доступа в иностранное бюро кредитных историй. К тому же не обо всех потенциальных заемщиках там есть сведения, рассказал Шуст. По его словам, сервис переводов будет оценивать платежеспособность по информации о периодичности и количестве внесенных денег. Кроме этого, у российских финансовых организаций нет эффективного механизма выискания средств воздолжников. Когда мигрант покидает территорию России, принудить его к выплате долга затруднительно указал эксперт. Эту проблему, по его мнению, можно решить с помощью привлечения местных игроков на рынках соседних государств. Наконец, в-третьих, в отличие от российских граждан-мигрантов, нельзя идентифицировать удаленно для выдачи им небольших займов, подчеркнул Шуст. Это значит, что потребитель придет в офис лично и предъявит необходимые документы. Однако проект, организованный российской компанией, интересен особенно на фоне восстановления миграционного потока в Российской Федерации. Но при его реализации следует учитывать риски и соблюдать права заемщиков. При этом он также выразил свою обеспокоенность в том, что для мигрантов это может оказаться подставой. Ведь ситуация мигрантов в России не совсем стабильная, и сегодня у них есть работа, а завтра может так случиться, что нет. Но выплачивать кредит им придется. А так как они не граждане этой страны, то доказать свои права в случае каких-то проблем будет очень сложно. А как вы относитесь к тому, чтобы использовать такие кредиты? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии у нас. Пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!